Привет, меня зовут Виля и я флорист. Для начала расскажи немного о себе. Я переехала в Эстонию два с половиной года назад. До этого работала юристом. Я жена, мама и в настоящее время, как вы уже поняли, я работаю флористом. Как ты пришла к флористике? К флористике я пришла после того, как переехала сюда немного позже, потому что я сначала искала себя. Вся моя работа была построена до этого на работе с документами, на работе в офисе, а мне хотелось более чего-то творческого, чего-то живого, контактного, общения мне хотелось, контакта с цветами мне безумно хотелось. Поэтому выбор сразу и пал на цветы, на флористику. Когда я решила устроиться на работу, я обратилась в кассу по безработице. И мне предложили пройти практику в магазинчике, в цветочном, в павильончике. Практику я проходила на протяжении месяца. Там действительно работают профессионалы своего дела. Я ни разу не пожалела, что я попала именно к ним. Я не скажу, что это просто, но работа с цветами — это все равно вдохновение. То есть, несмотря на все трудности, несмотря на то, что у меня поначалу даже не получалось, я думала, что у меня руки не из того места растут, я все равно пыталась, старалась, пробовала, ну и достигла, мне кажется, своего определенного результата. Думаю, для начинающего флориста это далеко неплохо. Что тебе нравится больше всего в деле флориста? Контакт со цветами. Мне нравятся цветы. Есть ли у тебя любимые цветы? И как думаешь, почему именно они? Я вообще любитель полевых цветов. Луговых, полевых, маленькие-маленькие ромашки сантини. Какую цветовую гамму в букетах ты предпочитаешь? Вообще, я любитель монобукетов, а цветовая гамма — это что-то нежное, светленькое, непестрое. В общем, я люблю нежнятину. Следишь ли ты за трендами в цветочной сфере и стараешься придерживаться своего взгляда на создание букетов, композиций или же отталкиваешься от того, что сейчас модно, востребовано? За трендами, конечно, слежу. То есть, я слежу за успешными предпринимателями, успешным бизнесом цветочным. Все равно следить за, так скажем, за модой, наверное, приняты во всех сферах. Но свое видение, я думаю, есть у каждого, потому что каждый следует своему, так скажем, зову сердцу, наверное. Каждый видит по-своему, индивидуально. Кому-то букет будет казаться неказистым, а кто-то влюбится в этот букет. Поэтому следить за трендами нужно, но и себе изменять нельзя. Какие планы на будущее в флористической сфере? Я вообще в жизни не делаю ничего просто так. Если я иду учиться чему-то, обучаться чему-то новому, то я изначально строю какой-то план определенный, какую-то цель ставлю более глобальную. В цветочной сфере вообще я бы хотела развиваться в дальнейшем, иметь, наверное, свои магазинчики, а возможно, даже какую-то свою цветочную плантацию небольшую. Почему именно это дело тебя зацепило? Потому что я люблю цветы. Я всегда любила цветы. Для меня прогулка по полю, допустим, к цветочному полю всегда приносила массу удовольствия, массу вдохновения. Это, наверное, проявление моего внутреннего какого-то состояния, моего внутреннего я. Поэтому цветы. Это на всю жизнь? Я никогда не строю планы на всю жизнь. На определенный период – да. На всю ли эту жизнь, не могу сказать. Может быть, мне через год, через два захочется попробовать что-то еще, и это меня тоже вдохновит. И финальный вопрос. Если бы тебе дали возможность составить букет из любых цветов в мире, то каким бы он был и почему? Это был бы, наверное, букет из луговых цветов. Это были бы ромашечки, ирисы, колокольчики. Это возвращает меня в детство. Именно эти цветы связаны с моим детством, с моими воспоминаниями, и они очень прекрасны. Поэтому это был бы именно такой букет. В завершение я бы хотела сказать, что никогда не бойтесь пробовать что-то новое. Даже если вы работали в абсолютно другой сфере, и эта сфера не была никак связана с тем, что вам по душе действительно. Пробуйте, начинайте, никогда не смотрите на возраст, и никогда не бойтесь того, что скажут посторонние для вас люди. Просто наслаждайтесь, живите, любите все, что вы делаете.